Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли! Смотри, вот мы сейчас рот перетрясли с отверстий сторон. У нас прошли курсы по роду. У нас было и так, и так. Трожение менялось, да? Да, на осознании мы его заливали, старались избавиться от его влияния, убрать. В подсознании мы осознали, смотри, обратную сторону медали. Род дает энергию, силы, ресурсы и так далее. Мы возвращали. А сейчас, когда мы выходим на род, мы осознаем, что есть и та, и другая сторона. Но мы осознаем, что благодаря роду у нас есть инкарнационный цикл. У нас есть тела. И к роду начинается другое отношение, потому что мы осознаем, что мы через род можем полностью закладывать свою следующую жизнь. Полностью, будучи в этом теле, осознанно прописывать, вплоть до того, где ты родишься, когда ты родишься, в каком теле и так далее. И готовить тех людей, которые приедут, тебя заберут и помогут тебе вспомнить. Все, что делают тибетские лавы. И когда я вот сейчас эти вещи осознаю, вот тибетские, да, я понимаю, что, блин, рано говорить об этом. Возможно, возможно, есть другое решение. Более того, я знаю, что есть другое решение. Например, поиграть со временем и с молодостью. Это тоже вариант. А сейчас вообще вариантов очень много предлагается. То есть, когда ты выходишь на другие уровни сознания, там вариантов идет совсем много. И у тебя еще есть выбор, какую игрушку ты напишешь. Потому что ты осознанно ее пишешь. Да, потому что ты осознаешь, как эта игрушка пишется. И ты ее пишешь. И там очень много интересного. Но в этом ключе я сегодня зацепила, что есть еще понятие родовые отношения. И я понимаю, что у нас с тобой будет еще один класс подниматься по родовым отношениям. Мы опять порвем шаблоны со сцома. Опять порвем шаблоны со сцома. То есть, в социуме есть уже сложившиеся взгляды, стереотипы, игры, взаимодействия и так далее. И они все есть с позиции, когда народ смотрят снизу, вверх. И они все есть с позиции, возможно, даже ритуальной магии зачастую. Но неосознаваемые вещи в любом случае. Более того, когда я смотрю на разные эти родовые практики, что делают экстрасенсы, они тырят один у одного, называют это своим. И пошло и поехало. Кстати, я отвлекусь от темы род, потом напомни мне, чтобы я сюда вернулась. А я знаю, что хотела с тобой сделать. Я хотела, чтобы мы с тобой уделили внимание, возможно, даже когда будем в Доминикане. То есть, будет время посидеть, порисовать немножко. Систематизировать психотехническую базу. Привести ее... То есть, мы ее, саму психику систематизировали, информационные слои систематизировали. Но психотехническая база, она идет на разных слоях, идентичная. Меняется образ, и в зависимости от образа идет разная глубина погружения. То есть, привязка образа к состоянию. И смотри, для чего система? Для того, чтобы вообще описать принципиальный подход к этому делу. Это пойдет в будущем. В будущем для психотерапии. Потому что у человека могут быть одни визуальные образы, замененные на другие. Это если он пытается визуализировать. А если у человека работает видение, то он будет идти нашим путем. Но у него могут где-то меняться тона. Например, у человека нет того тона. Или у него какие-то картинки будут распаковываться, исходя из его файловой системы, у него в подсознании. И вот эти вещи надо учесть, чтобы человек понимал, что он видит то же самое, только немножко опираясь на свои файлы. Я понимаю, что это дурная работа. Но эту психотехническую базу надо будет расписать и для надсознания, и для подсознания. Это просто привести в систему. Если мы уже закладываем книгу знаний, и где вот эти вещи пойдут в науку потом, то это надо будет сделать. Я когда об этом думаю, так думаю, ну его, сделайте это кто-нибудь за меня. Как эти ребята, которые тырили наши семинары, да и какую работу они за нас сделали. Я просто прифигела. Я сказала им спасибо. Реально, когда увидела, думаю, у нас руки до этого не дошли, они ее сделали за нас. Но это они имели доступ к видео. Возвращаясь к роду, нам надо будет по роду разобрать точно так же с позиции оттуда сюда. Там тоже есть род. У нас тогда возникнет другой взгляд. Потому что до сих пор нам казалось, что мы видим родовую воронку, но по факту мы смотрели снизу вверх. Парадокс. А теперь мы по факту будем смотреть сверху вниз, и мы будем смотреть воронку из точки. Из реальной точки. Либо же мы будем видеть воронку в воронке. Блин, я даже сейчас зависла, что мы будем видеть. Мы будем создавать воронку. С позиции того сознания. Мы будем создавать воронку родовую. Род проявлен. Блин, как это объяснить? То есть я просто сейчас коснулась, и я осознаю, что с позиции того сознания род осознается. Род осознается. То есть суть, то сознание... Да, суть осознает род. Род осознает. Нас не осознает. А род осознает. А род осознает. Потому что для него эта воронка развернутая в диск. Да. В диск. Да. Да. В информационный диск. Это она пишет диск. Это это сознание пишет диск для всей этой игры. Блин. И тогда... Становится еще интереснее. Офигенно. Потому что ты можешь на этот диск писать все, что хочешь с этого восприятия. Ага. Слушай, будем делать эксперименты. Можно нам не... Офигеть. Офигеть. А я все время смотрю. У меня как только упоминание рот меня все время штырит. Думаю, блин, что-то мы не доделали. Что-то мы не доделали. Надо этот кусок перетрясти. Ты посмотри, как оно выскочило. И тогда с позиции болезни, если ты туда заходишь, ты ничего перепрописать не можешь. С низкого порядка. С низкого порядка. Ты будешь только болеть. Да. И все. Поэтому рот качает болезни. И они не осознаются. Ты можешь сколько угодно осознавать свой наследственный артрит. Ты либо осознаешь себя и осознаешь себя как сознание. и с этой позиции ты выключаешь уже осознанно. Это один уровень работы. Это тот уровень, который дает у нас хороший выхлоп на 80% по родовым болезням. Либо ты с позиции высокого сознания заходишь, переписываешь диск всему роду и говоришь, ребята, отныне вы не играете в эту херню. Посмотри, а что? Блин. Отныне вы играете в ту херню, которую мы напишем. А можно написать постебаться. Шотландские юбочки. Да нафиг надо, он нужен. Слушай, мне я придумаю, что он нужен. А как ты на объективность привяжешь? Нет, мипедиков это вот писать не будем. Я говорю что-нибудь такое, ну, чтобы постебаться. Ну, вот породу все будут любить носить кальсоны. Ну, можно придумать еще что-нибудь. Знаешь, как породу передаются, как это, породу идет один и тот же, допустим, талант какой-то там, музыкальный. А почему нет? Напихал туда? О, взять человека, у которого вообще руки из задницы, и породу положить талант, что у них золотые руки, и посмотреть, как у него жизнь изменится. О, вот это, вот, вот такое. И потом смотришь так, через год, рукодельник такой. Мастер, и все, и будут все говорить. Мастер на все руки. А где же ты был? Блин, ты посмотри, что это. Это тема, тема вообще, слушай. Ты посмотри, как оно. Смотри, тогда получается. Как мы и вышли. Смотри, как мы, когда вышли на это высшее сознание, да, мы увидели, что оно нас не видит, и мы для него, как, ну, пылинка такая, да, то есть, ну, незаметная. А смотри, когда оно нас стало видеть, когда мы заложили прошлое. Когда мы перезапись сделали. перезапись сделали, и оно стало нас видеть. А почему стало видеть? Потому что ваджер работал. Потому что, ну, это понятно, да, ваджер, я тебе о другом, о том, что линия появилась. Линия появилась. Мы создали линию, а смотри, оно нас не видело, и оно нас пускает в управление сознанием, потому что у нас нет зоны возбуждения. Мы идем, как одна капсула. Да, 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 да. И если у тебя есть зона возбуждения, все, ты туда не входишь. Ты не проходишь слой коллективного. Тебя коллективное разносит. Все. Оно цепляется за возбуждение. Вот, вот эта прокладка между сознанием, она создана, она отфильтровывает вот эти штуки зоны возбуждения. А заметь, оно точно так же и в жизни. Оно точно так же и в жизни. Смотри, что происходило с нашей командой. Скажи, да, 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 да. Скажи, пожалуйста, что создает частоты? Коллективная. Прокладочка эта. Что включает эго, ум и высшее я? Я сейчас еще больше осознаю. Но я это говорить не буду, я потом скажу. И можно сейчас сказать спасибо этому коллективному? Угу. Просто респект его вожуха вообще за все, что происходило. Я тоже это сейчас осознаю. И я в шоке. Я реально в шоке. Потому что, потому что этот слой можно пройти только капсулой без зоны разбудить. Только когда эта капсула, как ни странно, состоит из двух, но при этом эти два как одно. Как одно целое. Как один человек. Но один человек это не пройдет, это должно быть два. И это так. И поэтому и Тесла, и этот вот показывающий себе, Эйнштейн, показывающий себе язык, они эти вещи осознавали. Не пройдешь. Пока есть зона возбуждения, не пройдешь. А зону возбуждения убрать. Я никогда так не думала о коллективном, как сейчас осознала. Потому что коллективное ассоциировалось с толпой людей, бегающие по улице. Ну, вот в нашем случае там могут с флагами, могут без, могут сигналить, могут еще. Либо, знаешь, как свадьба в Малиновке, власть меняется. Да, вот это про коллективное. А на самом деле это слой значительно глубже. Это частотник, который меняет, управляет разницей времен между двумя слоями сознания. да, это да, это все да. Ну, блин, это вообще настолько очевидно то, что я сейчас осознаю. Я не могу, блин. Как я могла не видеть это? Капец. А теперь смотри, как только, как только мы начинаем читать те же самые вещи под роликами, под ютубами, если сидишь один, да, там коллективное может что-то, как только мы вдвоем мы начинаем ржать. Да, 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 да. Провокация на конкуренцию ноль, провокация на злость ноль, провокация еще куда-то ноль. Да, я тебе потом после скажу. Баланс полный. Что я сейчас осознала, я тебе потом после завтра. Именно, нету, вот, именно нет, нет ни качелей, нет, зоны возбуждения нету между нами. И при этом в нас все видят свои отражения. Я, когда читаю кто что пишет, вот человек пишет, врет себе, да, проблема в том, что врет себе. Я пишу, что посмотрите в зеркало, врете себе. Нет, это у вас все плохо. Нет, хорошо. Капец. И мне ржачка, ну нравится тебе эта гагаха, ну и сиди в ней. Потому что зеркало цельное, одно. И мы, кстати, на скольких курсах пытались это донести и услышали единицы. Но услышали. Ирина сейчас с ними работает, помогает. Уже даже девчонки есть, которые пошли в ученики и работают. То есть те, кто догнал суть, они догнали. Они реально догнали. А те, кто не догнал, значит не догнал. Значит не время. Значит коллективная прослойка сильнее и доминирует в сознании человека, нежели его индивидуальное. Значит индивидуальное либо слабое, либо отсутствует, растворилось коллективно. Все. А знаешь почему? Потому что тетрайдер развернут туда диском на расширение. Бля. Я вижу геометрию, я вижу геометрию, понимаю, как это работает. Вот только зацепили тему. Блин. Вообще последнее время ты знаешь любую тему, какую ты не берешь, где внимание, там поток информации. уже как ключ идешь, открываешь скважины. Эти как они, замочные, да. Тык-тык, тема. Ты же пошел. Пошел, пошел. И когда звук ищу, как мысль вдвоем, так это вообще просто следующее. Следующее. С ключом интересная история. Я даже в книжке ее писала. Не бывает в жизни таких совпадений. настолько благодарна ключу. И вот вся эта история, что просто, 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 просто. Действительно этот ключ открыл дверь, освободил нас с одной стороны и открыл знания с другой стороны. Все. При этом этот ключ играл роль какую? Ожидание удара в спину, да? Да, травма предатель. Смотри, а посмотри в глаза страху, да? Посмотри в глаза страху. А еще, каким образом, куда ты бы его себе еще воткнул, чтобы ты его увидел? Да. Куда бы ты его еще себе воткнул? Да. Нету другого места? Нету. Если бы ты воткнул сюда, это уже не так было. А когда на тот случай, если суть развернулась и показывает, то все, ты однозначно должен увидеть. И даже при этом мы сразу не увидели. Мы увидели через несколько дней. Мы увидели и сразу убрали. Типа не надо. Смотри, убрали, но посмотрели лицо, да? Да. Смотри. И тут же внешний мир отразил. Да. И тогда только правильно воспользовались. Магия. Магия знания. Блин. Магия. Я когда вот эти вещи, это сумасшествие, да? Но я их когда осознаю, я понимаю, что мы действительно от всех ящиков Пандоры у нас связка ключей. Связка ключей вам какой? А знаешь, почему? Потому что страха нет. Потому что все ограничения строятся на страхе. Тебя Бог покарает, у тебя там откат будет, тебе там следующей жизни прилетит, у тебя там плохая инкарнация, будет еще там что-то. Всякая херня. А мы перед тем, как лезть, да? Мы везде залезли сами и посмотрели, что будет. У нас есть свой опыт, мы верим в себе. И после этого мы просто вломились по полной. зная, что все в нас. И уже убедить нас, что все не в нас невозможно. А когда все в нас, значит, мы сами себе либо нарисуем, создадим, либо не создадим. Потому что осознаешь вот эту руку играющую. В шахматы. В шахматы. Тогда в мае у нас будет бомбовый курс по роду. Я уже сейчас знаю. У нас есть еще один курс по роду. По-моему, я его ставила последним. Или мае, или апрель. Не помню. Я его поставила последним на закуску. Осознавая, что будет совсем другой курс по сравнению с тем, что там был. Я не помню, как он называется. Но там что-то бомбовое. А то, что мы с обратной стороны зайдем, я уже даже не сомневаюсь. Просто, да. И вот это осознание, что с той стороны видит рот, и его пишет диск. Блин, это вообще. И тогда ключ будет видеть сознание, выстроить рот, поднять рот, перезаписать диск. Смотри, обратный ход. Обратный ход. То, что мы сегодня с тобой обсуждали. То, что обсуждали. Ты посмотри. вот это круто. Все, Наташа, из точки в точку. Из точки в точку. И теперь с двух сторон схлопывай. И начинай. процентный результат. Практически, который зависит только от скорости регенерации физического плана. Все. А больше ничего. А больше ничего. Даже человека. плевать сознание, бессознание, озарение, осознание. Выкинули. Да. Сказал, так есть, значит, так есть. С двух сторон бабах и все. Опять-таки, с двух сторон одновременно. Парадоксально. Меня не это смущает. То, что по здоровью мы сейчас быстро валим, это все легко. Меня, знаешь, что смущает? Мне не очень хочется с людьми работать. Мне хочется работать с играми. А игры это бизнесы. Игры это написание сценариев. Это все то, что делает архитектор. А люди уже подтянутся под то, что написано. Помнишь, как вот эта большая суть, которую записывала за мной? И вот она у меня из головы не выходит. Я понимаю, что там есть ключ, только надо еще выше зайти для того, чтобы его осознать. важны не люди, важны декорации. Важно, что ты хочешь. А люди туда подтянутся. Те, которые согласятся играть в эту игру. Это контракты на самом бессознательном уровне, который вообще человек может себе представить, потому потому, что они пишутся и точно так же как рот разворачивает диск. Только диск этот разворачивается с уровня выше. С уровня выше. одно коллективное бессознательное пройти для того уровня. Легко. Сейчас вообще даже не сомневаюсь. И тогда, Ирка, я знаю, как писать игры. И мы будем экспериментировать. И мне уже нравится. И потом только выдавать прогноз. Там будет то-то и то-то. Предсказание. И весело. Это на самом деле так. Нам один уровень наверх пройти. Я понимаю, о чем-то. Я просто зависла на это. Потому что оно все сдвинется. Я понимаю, да. Оно сдвинется, но бизнес бизнес. Бизнес не обязательно выходить еще на тему. Бизнес нет, но глобальные игрушки. Глобальную игрушку? Да, да. А то я думаю, ты если вот эти мелкие, которые связаны с творчеством, с зарабатыванием денег, нет, я не про это говорю. Я имею в виду бизнес, это глобальное. Я поняла уже. Уже я поняла. Тогда да. Тогда да. А эти мелкие это вообще воля моя. Это тренировки. С этими мелкими тоже это как с болезнями. Понимаешь, человек потом помнит нифига не будет. Хоть записывай за ним. У него же при этом прошлое переформатируется и в памяти остается. У меня всегда так было. Как интересно это все. Слушай, вообще столько тем к осознаванию. Я вот не знаю, мы сегодня очень много трендели, а тут стояли камеры. И я иногда думаю, может мы так на трендели, на трендели, может какие-то вещи вообще не стоит, чтобы они были. Там надо будет порезать. Мне надо будет обязательно посмотреть, чтобы лишнего не было слито в эфир. Потому что очень много на трендели. Но зато очень полезно провели сегодня время. Просто невероятно для нас полезно. поиграли в шахматы. Кстати, не просто так мы с шахматной доской. И мы дошли до того, как можно играть в родовую игру и как можно играть в крупные игры. Первые наши попытки невнятно играть в крупные игры, типа отмены виз для белорусов и Европу. Что там еще у нас было? Еще какие-то такие закидывали эфшорки. Эфшорки. Еще что-то. Это год назад то, что мы пуляли, используя другую психотехническую базу. В принципе, они уже реальны. Не все, но уже реально. Оно к этому идет и уже очевидно. Но это долго, нудно и с искажением. когда ты осознаешь вот это, ты понимаешь точечно. Вопрос, во что играю? Я за то, чтобы играть в космические игры с развитым сознанием. С полным набором фигур. Потому что все фигуры важны. Нет неважных. Он упал, не надо, чтобы он падал. Все фигуры важны. Абсолютно. Космические. Это интересно. Хотя вот этой по фигуре я прописала бы другие функции. И вот эту фигуру я бы заменила на летающую тревку. Вместо скакать. вместо тык-тык-тык-тык-тык-тык. А вот таких вот фигур я бы сделала вот эти вот все такими. И тогда бы игра была другая. Так и будет. Так и будет. И смотри тогда, что остается неизменно. Мамка-нянька и царь, который несет за всю ответственность. Ну надо же, да? Ну надо же. Чтобы кто-то корону носил. Потому что короне прилагает сэшафот. А у нас на самом деле психика ровненько вручает корону вместе сэшафотом. И кто-то должен это нести. Так было во все века. Ты умеешь играть в шахмут? Угу. Я вообще не умею. Слушай, а почему бы не измените эшафот? Ведь это прописано в психике. И это неизменное правило в веках. Я только сейчас зависла на нем. а кто сказал, что она неизменная? Все, можешь выключать камеру. на эту тему подумаем отдельно.